В Киеве растет число пострадавших от ракетного обстрела. Меня зовут Сай Хансенсаев, здравствуйте. В результате утреннего удара по жилому дому в Киеве пострадали 6 человек, еще один погиб. Такие данные озвучили власти украинской столицы. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Где-то в 6.30 был мощный взрыв, трясли стены, окна. Где-то 4 взрыва было с промежутком 5-10 секунд между взрывами. Все, вышли на улицу, увидели повреждения дома и эвакуируют людей. Вот и все. Я видел, какие там следы, что несколько квартир нет, поверхи, там просто стены, пустые, все черные. Ну а особенно жахливо, если там люди мертвы. Помимо жилого дома, ракеты попали в детский сад в Шевченковском районе Киева. Под завалами дома спасатели обнаружили семилетнюю девочку, которую госпитализировали. По данным ВСУ, для ударов по Киеву использовали стратегические бомбардировщики из региона Каспийского моря. В офисе президента Украины предупредили, что российские войска сегодня могут обстреливать Киев весь день. Там пообещали ответить на эту атаку ударами по российским командным пунктам. Наш город разрушен. Разрушены более 220 квартир, в которых живут люди, мирные жители. Они нападают перед саммитом НАТО. Может быть, это символическая агрессия именно в этот день. Она символическая, потому что последняя атака была во время визита генсекретаря ООН в Киев. Президент США Джоу Байден назвал ракетный обстрел Киева очередным варварством. Это заявление прозвучало на полях саммита лидеров Большой Семерки, который сегодня начался в Баварии. Как проходит встреча G7 и какие вопросы там обсуждают, расскажет Заряна Степаненко. В этом уютном живописном уголке Баварии Большая Семерка сейчас обсуждает совсем иную удручающую картину. Войну в Украине и последствия, постигшие из-за нее Европу, и постепенно постигающие и другие, более отдаленные части мира. Грядущий голод, энергобезопасность, как справляться с этими вызовами, сейчас думают лидеры самых развитых экономик мира. Здесь понимают, что мир и стабильность на планете сейчас тесно зависят от того, будут ли они в Украине. Британские и французские лидеры, встречаясь, согласились. Сейчас критический момент в войне и есть возможность переломного, поэтому намерены и дальше обеспечивать Украине поддержку. В частности, активизировать военную помощь, чтобы усилить ее позиции на поле боя, а значит и на переговорах в будущем. Агентство АФП сообщает, что Джонсон предостерегал Макрона от дипломатического урегулирования ситуации сейчас, ибо это будет на руку России и приведет лишь к нестабильности. Сохранять единство призывает и американский президент. Об этом упомянул, встречаясь с хозяином саммита, немецким канцлером. По словам Байдена, Путин надеялся на раскол в семерке, но его не случилось и не случится. Наоборот, здесь настроены и дальше лишать Россию денег на войну. Британия, США, Япония и Канада запрещают импорт российского золота. Это ударит в самое сердце военной машины Путина. Цитата британского премьера, в чем правительстве и анонсировали этот запрет. Объявлено о нем будет на саммите «семерки» и ЕС просила главу Евросовета, готов ли ЕС присоединиться. Шарль Мишель ответил, что готовы рассмотреть возможности, проверить, получится ли в этом случае бить по российской экономике, а не по своей. Ну и вот там же, в Баварии, сегодня проходят акции против проведения саммита G7. И в них приняли участие около тысячи человек. Повестка демонстрации была отчасти созвучна темам саммита. Это война в Украине и изменение климата. «Мы не позволим им разрушить нашу планету и наше будущее». С такими словами, один из участников митинга обратился к политикам, которые приехали навстречу «Большой семерки». Между тем, российская армия пытается наступать на Лисичанск. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал этот город последним неоккупированным в регионе. Его сильно обстреливают российские артиллеристы. По словам Гайдая, серьезно пострадал автомобильный мост. На земле лежит телевизионная башня. Снаряды попадали как в гражданские здания, так и в дом СБУ. А на территории многопрофильной больницы найдено тело погибшего. У него обнаружили множественные минно-взрывные повреждения. Также Сергей Гайдай пишет у себя в Телеграме о том, что к этому дню в Луганской области погибли как минимум 379 мирных жителей. Из Покровска, это в соседнем регионе в Донецкой области, сегодня должен уйти в подконтрольный Киеву территории Украины эвакуационный поезд. Российские военные, по данным главы областной военной администрации региона, планируют повторить в Славянске то, что уже сделали в Мариуполе и Северодонецке. Масштабный артиллерийский обстрел и последующая попытка штурма. На видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, где он якобы встречался с командующими на войне в Украине, не оказалось самих командующих. Об этом написало российское издание агентства. Ранее, сегодня Минобороны России распространила запись со встречи Шойгу с якобы военными, которым он вручил медали. Журналисты агентства изучили видео и не нашли на нем ни одного из командующих, имена которых ведомство озвучило в пятницу. Кроме того, в Минобороны не уточнили, где именно прошла эта встреча. А в самой записи практически невозможно разглядеть, куда приземляется вертолет министра, поскольку видео очень короткое. Также внутри зала повесили белую завесу, которая скрывает часть помещения. А в Вашингтоне прошли масштабные акции против решения Верховного суда, который отменил конституционное право на аборты в стране. Теперь каждый американский штат сам вправе решать, запрещать эту процедуру или нет. Так в девяти штатах уже запретили аборты. Еще в двенадцати их могут ограничить в ближайшее время. Технический суд, Верховный суд США, отменил другое свое решение по знаменитому делу Роу против Уэйда 70-х годов. Тогда было решено, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию, до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Это значит, что на ранних сроках и в середине беременности, то есть до 28 недели из 40. Гнев, разочарование и недоверие. Лежить женщину контролем над своим будущим – это ужасно. Многие штаты не заботятся о правах женщин. Так что мы все просто стали гражданами второго сурта. Это совершенно неуместно и должно измениться, потому что мы просто откатимся на 100 лет назад. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Оставайтесь на телеканале «Настоящее время».